Все живы, все пришли на двух ногах, третий ни у кого не выросло. После вакцинации спутником ВИИ прошло полгода. Сегодня у сотрудников сибирской медиагруппы ревакцинация, теперь уже спутником ЛАЙТ. Она положена тем, кто переболел полгода назад, либо тем, кому поставили двухкомпонентную вакцину ранее. Всего в холдинге работает более ста человек. После летней вакцинации удалось избежать вспышки коронавируса. В результате за эти полгода тоже, несмотря на то, что окружали меня люди заболевшие, я никаких симптомов на сегодня не ощутил. Были люди, с которыми я спорил, уговаривал их вакцинироваться. Они в результате отказывались, но в последующем заболевали и серьезными даже последствиями переболели. Но сейчас полностью эти люди поменяли свое мнение. У меня из-за коронавируса умерла тетя. И в самый пик, когда муссировали все-таки все видео с телами в моргах, которые горами сваливают. У меня после этого переболела мама, я переболел. Это было еще больше года назад. Вопроса о том, чтобы ставить или не ставить, не было. Здравствуйте. Ревакцинировался спутником «Лайт» и губернатор региона Виктор Томенко. Он переболел коронавирусом в октябре 2020 года. Летом 2021 прошел вакцинацию спутником ВИИ. В любом случае, даже независимо от наличия или уровня антител, значит, проходит полгода в период эпидподъема, пожалуйста, сделайте ревакцинацию. Ну, в обычное время, наверное, скорее всего, мы перейдем на раз в год. Но пока, тем более новый штамм, омикрон идет. Ну, надо себя подстраховать. Вакцинацию в больницах региона сейчас называют экстренной причиной. Новый вызов штамм омикрон, который начал стремительно распространяться по регионам страны. Люди массово начинают заболевать, особенно омикрон, который очень распространяется быстро. Если простой дельтавирус распространялся с количеством 1 к 4, то есть один человек может заразить 4 человека, то этот заражает 1 к 12. То есть будет большое контагиозное, большое заражение. На сегодня в регионе от коронавируса привиты чуть более миллиона человек. Жителям края по-прежнему доступны 4 вакцины. Эпивак, Ковивак, Гамм-Ковид-Вак и Спутник Лайт. В ближайшее время в регионе должна появиться еще одна вакцина, Спутник М, для подростков от 12 до 17 лет. В детских поликлиниках края к этому уже готовятся. У родителей начали собирать документы на согласие. Известно, что новый препарат начали тестировать летом прошлого года. А в Москве Спутником М уже укололись более тысячи подростков. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, День с толком.